Ночь С востока поднялась луна, свой лунный свет кругом разлила, и мирно спящая стада своим сиянием озарила. При них сидели пастухи, в ночной прохладе отдыхали и в ожидании зари о чем-то тихо рассуждали. Порой, беседу прекратя, они смотрели в небеса, где своим светом привлекала светила звездная краса. Повсюду тишь, лишь иногда овцы влияние раздавалось, затем все та же тишина во всей природе сохранялась. И вдруг луч света засиял, полнего свода озаряя, и ангел в тот же час предстал, пред пастухами весь блистая. И молвил он, не бойтесь, люди, я послан радость возвестить. Сегодня в городе Давидовом родился вождь, чтоб всех любить. Его в народах от рождения Эммануилом нарекут, он людям принесет спасение, освобождая их от зла. И в то же самое мгновение хор ангелов с небес слетел, и чудное Христа рождение он в тишине ночной воспел. И слава вышних раздавалась, на землю мир весь не зашел, в народах всех благоволяя. Сын Божий в эту ночь рожден. А пастухи в великом страхе, внимая ангельским словам, свой путь направили во мраке, скорее городским вратам. И вот они уж в Вифлееме, в жилище скромном и простом, перед яслями в умилении стоят сияющим лицом. Они нашли в яслях младенца, о ком им ангел возвестил, о ком пророчества вещали, и хор небесный воспевал. Все пастухи в благоволении, вдали от всех земных скорбей, склонились в трепетном волнении перед спасителем людей. Затем, с восторженным хвалением, идя к пастушевским стадам, они вещали о рождении мессии, шедшего к людям. Та весть все дальше раздавалась, словно широкая река, и ликованием наполнялась вся палестинская земля. И в наши дни та весть благая летит предвестником добра, она звучит, не умолкая. Благодаря Христу, асанна и хвала. Аминь.